Неправильный код доступа. Введите код. Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной. Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон для смс-985-970-45-45 и прямой эфир 363-36-59. Большинство вопросов у меня, конечно, по Косово. Все-таки я бы хотела начать тем, что Косово мы обсуждаем всю неделю с немножко другой историей, которая на днях случилась в городе Жуковском, куда приехал Путин и Дмитрий Медведев. И, видимо, это было так символично задумано, что Путин объявил о создании Национального авиационного центра, после чего они вместе с Медведевым пошли в кабину самолета и посидели Путин в кресле первого пилота, а Медведев в кресле второго пилота. Это показали все телеканалы. И, видимо, это напоминало известный анекдот про машину без руля, кто кем будет рулить. Такая символичная должна была подключиться картинка. Картинка получилась и в самом деле символичная, потому что по несчастной случайности объявление о создании Национального авиационного центра, который давно хочет создать господин Чемизов, и которая, собственно, выглядит немножко странно, потому что у нас уже есть объединенная авиационная компания. Вроде как бы туда можно было отдать Жуковский, если надо. Но ОАК это у нас одно, а господин Чемизов у нас другое, поэтому это все отдают Чемизову. Ну, неважно. Вот все это объявление совпало с маленькой такой историей про то, что Алжир возвратил нам наши МИГи со словами, что, извините, ребята, это у вас старье, оно не летает. Очень обидная для России история, которая тут же была объяснена политическими аналитиками, что вот Алжир, дескать, испытывает давление Франции, МИГи у нас замечательные, просто вот Алжир попал под влияние Ростленного Запада. Надо сказать, что совсем незадолго перед этим под влияние такого же Ростленного Запада попала и Хорватия, в которой случилась аналогичная история с рекламациями по поводу русских вертолетов. А в середине января аналогичная история случилась еще и с Индией. Когда Индия после испытаний отказалась принимать нашу подводную лодку переделанную, в Индии эта лодка называется класс Синховиджей, там на стрельбах из четырех ракет четыре ракеты улетели не туда. И Индия сказала, что мы лодку должны переделать. После этого последовала замечательная история. Буквально через два дня последовал наш ответ из орудий главного стратегического оружия, которое у нас осталось, а именно из Россельхознадзора. Россельхознадзор немедленно обнаружил в партии кунжута, доставленной из Индии, какого-то капрового жука, в связи с чем сказал, что вот индийский чай и индийский табак, более в России не будет их. Самое замечательное, что капровый жук в чай и табаке не водится. Далее получилось очень смешно, потому что дело в том, что индийский чай на 100% импортируемый в Россию принадлежит компании Unilever, то есть голландцам. Голландцы позвонили в Кремль, уж они щенки, не знаю кому, и напомнили, что в их контейнерах буквально хирургическая чистота, и что речь идет, в общем-то, о многомиллиардных исках. Так, пусть еще капровый жук испарился. Просто испарился, то есть вот не то, чтобы Россельхознадзор дал опровержение, что нет, мы чай будем ввозить. Нет, просто испарился. И мы оказались немножко в положении продавца, которому сказали, что у вас мясо тухлое, и вместо того, чтобы принести свежего мяса, продавец выскочил из-за прилавка и дал покупателю по морде. Так мало того, что он попытался дать покупателю морде, он же в результате улетел в нокаут. Вот это все такие неприятные вещи, связанные с дальнейшим нашим экспортом вооружения, потому что, когда все время слышишь слова о том, как крепнет величие России, то очень бы действительно хотелось, чтобы оно крепло. Потому что сейчас мы видим страну, которая теряет свои позиции на мировом рынке вооружений, которая не производит практически ничего. Вот посмотрите вокруг. Мобильник, иностранный, компьютер, иностранный, но в лучшем случае российская сборка. Ну, все иностранное начинает от коробочки, которая стоит и в которые все чего-то упаковано. И это производит некий разительный контраст со словами президента Путина, который по просьбе своего друга Чемизова, создавая очередную компанию и отдавая ей замечательную взлетную полосу в Жуковском, говорит о том, что здесь будет создан передовой в мире замечательный авиационный центр. Ну, теперь, собственно, Косову вот у меня спрашивает. У меня спрашивает Елена высказывание Рогозина по поводу Косова. Это его личная глупость или ему дана была точная инструкция? Ну, Елена, из заявления Рогозина о том, что Россия может послать в Косово войска, следует только то, что Россия не может контролировать даже Рогозина. Куда уж там посылать войска? Причем среди многих заявлений, которые у нас раздаются по поводу Косова, мне больше всего понравился митинг ДПН, который у нас только что состоялся напротив МИДа, с требованием признать независимость Абхазии. Дело в том, что у меня много друзей в Абхазии. Они сейчас перестали ездить в Россию, потому что они говорят, вы знаете, вот это ДПН, и всякие такие люди, которые избивают людей на улицах и втыкают им спины в ножики, страшно стало ездить в Москву. Вот как-то себе представить движение против нелегальной эмиграции и другие всякие скины, которые реально убивают людей, вдруг они у нас за независимость Абхазии. А они тех Абхазов в Москву пустят или тоже им будут ножики в спину втыкать? Но больше всего среди заявлений, которые у нас звучат по поводу Косово, мне понравился сенатор Василий Лихачёв, который тут в программе моей коллеги Женя Альбац выступал. Дело в том, что сенатор Лихачёв у нас сенатор от Ингушетии. То есть, поймите меня правильно, я прекрасно понимаю, что, скажем, для Хавьера Соланы Косово важнее, чем Ингушетия. Для президента Путина Косово, конечно, важнее, чем Ингушетия. Уж точно для Лаврова Косово важнее, чем Ингушетия. Ну, хотя бы для сенатора от Ингушетии. Простого русского бизнесмена, который вообще непонятно, как стал сенатором Ингушетии. Вот объясните мне, как русский бизнесмен, богатый, становится сенатором от Ингушетии. Если только он не заплатил за должность, или только если Ингуша подходящего не нашлось. Так вот, вот всё-таки для сенатора от Ингушетии, может быть, Ингушетия что-то значит, можно пару слов о ней сказать, не только о Косово. А то у нас образовалась совершенно потрясающая плеяда патриотов. Им всё равно, что происходит в России. Им лишь бы США обделались или в Косово, или в Ираке. Но самое поразительное во всей этой истории, это то, что по поводу Косово, который бесспорно непростая проблема, и создаёт прецеденты, и всякое такое, хотя не совсем понятно, какие уж такие прецеденты оно создаёт, и как часто это у нас будут объявлять независимость даже с подачи западных стран. Так вот, понятна позиция сербов по Косово. Она заключается в том, что из их страны вырвали кусок, а они не хотят. Понятна позиция косоваров. У них на протяжении столетия был несколько раз геноцид, они не хотят жить в составе Сербии. Понятна позиция Европы, наконец, которая состоит в том, что сначала Европа не хотела иметь на своей территории государство изгой в лице фашистского режима Милошевича. А теперь Европа не хочет иметь на своей территории некий регион, который она содержит, который не может начать зарабатывать себе на жизнь сам, потому что нельзя начать зарабатывать на жизнь, получать какие-то инвестиции, не будучи государством. Вот единственное, что нельзя понять, это, конечно, позицию России, потому что, если она не заключается в том, что Баба-Яга против. И это позиция, в общем-то, художественного свиста. Но за этот художественный свист, художественный свист Рогозина, художественный свист корреспондента Вестей, который там одобряет политические убийства в эфире и считает, что погромы – это высшее проявление национального самосознания. За этот художественный свист, который вообще ничего реально не имеет под собой, мы платим очень серьезно. Мы платим, например, тем, что мы были выключены из процесса принятия решений по Косово. Мы платим тем, что Михаила Маларгелова не избрали главой ПАСЕ. У нас всегда в кадре остаются только какие-нибудь наши, которые протестуют у эстонского посольства. А то, что происходит потом, то, сколько стоит это художественное действие, то, сколько стоили нам съемки, нам никогда не объясняют. Нам никогда не объясняют, что после того, как хорошо наши потанцевали у эстонского посольства, Эстония, например, взяла и сказала, «А вы знаете, вот трубопровод по дну морскому под Эстонией мы не разрешаем вам пустить». И что теперь делать с этим трубопроводом, который является главным проектом Путина, не совсем понятно, потому что единственное альтернативное дно это дно Финляндии. Во-первых, оно гораздо хуже, во-вторых, Финляндия еще тоже не дала согласия. Самое печальное во всем этом вот что. Есть очень много серьезных тем, связанных с поведением Запада и Соединенных Штатов Америки. В общем, там страшные темы, более страшные, чем российские, потому что ошибки России дорого стоят только самой России, а ошибки США дорого стоят всему человечеству. Собственно, это и есть определение сверхдержавы. Сверхдержава – это такая страна, ошибки которой дорого стоят всему миру. Ну, как простой пример могу привести финансовый кризис США. Вот сейчас нам все объясняют, что финансовые кредиты – это следствие кризиса на рынке недвижимости, потому что много кредитов, грубо говоря, давали неграм, и из-за этого все полетело. Это не совсем так, потому что финансовый кризис – это следствие борьбы с терроризмом, начатой Бушем. Он начался еще тогда, когда арестовали счета арабов, прежде всего Саудовской Аравии в США, и арабы все стали переводить из доллара в евро. Вот стоит ли борьба с терроризмом национального кризиса? И вообще, который, кстати, не национальный, который, если разразиться в полную свою силу, утащит с собой не только американскую, но и всю мировую экономику. Вот вообще заметно, что как только страна начинает бороться, а не создавать, причем вне зависимости от того, что это за страна, которая борется, Россия, которая борется с США, или США, которая борется с террористами. Вот как только страна начинает бороться, сразу у нее начинают проблемы. Есть другая страшная проблема. Вот в свое время Уинстон Черчилль сказал, что демократия – это самый худший из режимов, не считая всех остальных. К сожалению, это не совсем правда. Это правда только в определенных граничных условиях. В некоторых случаях, когда эти граничные условия не соблюдаются, эта сентенция, к сожалению, неправильная. И, например, одно из таких граничных условий – это наличие религиозного экстремизма. Вот в этом смысле, когда я гляжу на Кавказ, я всегда с ужасом думаю, что будет с Кавказом, если в России будет демократия. Потому что религиозному экстремизму легче всего, взглянем правде в глаза, побеждать при демократии. Это все очень жуткие вопросы, которые имеют прямое отношение и к политике в Ираке, и к борьбе против терроризма, которые у нас очень мало обсуждаются. Вместо них обсуждается некий нехитрый набор сентенций. Если США за, то давайте мы будем против. Пожалуй, единственный человек, который их обсуждает, по крайней мере, на российском радиотелевидении – это Михаил Леонтьев. Ну, Михаил Леонтьев, он, конечно, в значительной степени… Да, он, с одной стороны, прогосударственный человек, а с другой стороны, ему все-таки надо мыслить масштабно. И, кроме того, заметьте, что позиция Михаила Леонтьева какая. Она «Я ненавижу США», всегда говорит Миша Леонтьев. И пытается раскопать все их возможные и невозможные ошибки. В то время как большинство других наших комбинаторов говорит «Это США ненавидят нас!» Все нас обижают. Мы великая держава, но все нас обижают. Вот, собственно, главное, о чем хотела я сказать по поводу Косово, потому что проблема Косово заполонила в России абсолютно все, но эта проблема в большинстве своем сконструированная все-таки по поводу «Давайте мы будем, не будем говорить о том, что происходит в России, а давайте вот мы будем говорить о том, какие проклятые американцы подложили бомбу под мир в лице Косово». Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-4545. И говорите в эфире. Что-то у нас проблема со звонками. Меня еще вот спрашивают о назначении, просят прокомментировать назначение в Государственную Думу, назначение, извините, сенатором, миллиардера Сулеймана Керимова. Но напомню, у нас несколько было очень крупных бизнесменов, которых обещали назначить сенатором, и вот назначили одного Сулеймана Керимова. Ну что тут можно прокомментировать? Что есть люди, которых не кидают, которых нельзя кинуть. Вот я уже много раз говорила, что, к сожалению, нынешняя российская политика Кремля, она в большинстве состоит в том, что какого-нибудь там Митволя или еще кого-то используют по мере сил, но даже не ставят начальника. Потому что все прекрасно понимают там цену, все в Кремле понимают цену тех людей, которых они используют. Есть, тем не менее, люди, которых нельзя попросить у них одолжение, чтобы они потом это сделали, одолжение, а потом их кинуть. И Сулейман Керимов относится к таким людям, в частности, конечно, назначение Сулеймана Керимова сенатора на Дагестане, давно ему обещанное, связанное с его ролью, которую он принимал в организации выборов в Республике Дагестан. Я как-то после выборов парламентских обращала внимание на то, что, несмотря на то, что все Кавказские республики показали там результат с не то 100, не то 109% за Единую Россию, все эти результаты были достигнуты разным способом. Например, в Чечне реально все пришли на выборы. Наверное, не 98%, но процентов 70% пришло. К ним приходили и говорили, если не придете, опять придут русские танки. В Ингушетии просто никто не пришел, вместо этого там нарисовали в бумажках, что все пришли, и вот теперь из-за этого скандал. В Дагестане было очень сложное третье решение, которое заключалось в том, что в Дагестане реально очень масса независимых местных лидеров. И если этот местный лидер становится лидером какой-то партии, совершенно неважно, как партия называется, она может называться партией любителей чайных роз. То эта партия в этом районе получит свое количество голосов, в количестве там 100% и 200% голосов. Потому что в Дагестане действительно настоящая демократия. Правда, основной избирательной единицей является не избиратель, не один избиратель, а один патрон, или один автомат. И вот для того, чтобы обеспечить в Дагестане почти стопроцентное голосование за единую Россию, надо было всех этих местных лидеров как-то уговорить, или как-то им заплатить, и все эти партии поснимать. И по моим прикидкам и прикидкам экспертов, на этот процесс господин Керимов, я думаю, затратил миллионов 10-15 долларов. Причем это совершенно реальные деньги, которые были заплачены реальным и очень сильным людям, чтобы они не отсвечивали и не портили картину единой России. И вот за такие поступки надо власти что-то отдавать обратно. Потому что, если ты такому человеку не даешь вознаграждения за его поступки, то первое, что происходит, ты в конце концов утрачиваешь инструмент управления Кавказской республикой на следующих выборах. Потому что на следующих выборах по второму разу бесплатно это никто для власти не будет делать. Телефон прямого эфира 363-36-59 СМС-ки 985-970-45-45 Говорите в эфире. Опять у нас какие-то сегодня сбои со звонками. Алло? Да, говорите. Алло. Юля, добрый вечер. Алло? Если можно, вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Можно-то дать вопрос по первой части вашей беседы? Задавайте, пожалуйста, скорее. Вот скажите такую вещь. Кто-то же должен быть ответственным за огрехи в экспорте вооружения. Эти люди же должны быть наказаны. Ну, кто это? Нам скажут об этом? Ну, я не знаю. У нас в Рос вообще экспортом вооружения занимается Рособоронэкспорт господин Чемисов. Вот он как раз, видимо, был наказан тем, что ему дали во владение Национальный авиационный центр. У меня еще есть вопрос по поводу приговора господину Адамову. Ожидала ли, мол, я такого сильного, тяжелого приговора? Все-таки человека реально посадили, бывшего министра атомной энергетики. И почему посадили именно его? Ну, вы знаете, история господина Адамова напомнила мне известный анекдот про то, как папа побил сына. Анекдот такой, что вот сын просыпается с похмелья и видит, что папа его побил. И спрашивает, папочка, за что ты меня побил? Сынок, говорит, папа, ты знаешь, когда ты пришел домой пьяным в три часа ночи, я тебя не трону. Когда ты схватил нашу кошку и кинул ее в окно, я тоже тебя не трону. Когда ты, извини, наделал кучку прямо вместо туалета посреди кухни, я тоже тебя не трону. Но когда ты в получившуюся кучку воткнул палочек и сказал, что этот ежик он у нас будет жить, я не выдержу. Вот в случае Адамова имел место этот самый ежик. В чем суть ежика? Поясняю. Был такой контракт, вернее, он сейчас существует, который назывался Волноу или мегатонны в мегаватты. Это контракт по продаже Америки высокообогащенного урана, который сначала требуется раз обогатеть и продать уже в качестве низкообогащенного урана. То есть высокобогащенный уран, понятно, для бомбы, низкообогащенный энергетический для электростанций. Технически это довольно сложно выглядит, потому что представьте себе, как если бы мы продавали в США сталь, но сначала должны были ее превратить в акатош. Но финансово это выглядит очень просто, потому что это просто некий товар, некий металл, который мы продаем, но поскольку это уран, то все, пятое, десятое, то, естественно, все это происходит под эгидой министерства, оно выбирает уполномоченные компании, и, естественно, каждый министр уполномоченной компании выбирал свои. Вот у первого министра Михайлова была своя уполномоченная компания. Он блокировал, он лоббировал контракт с замечательной компанией, которая называется Плеядец, песня отдельная. У второго министра Адамова была своя уполномоченная компания. Она называлась GNSS, и впоследствии Стокгольмский суд выяснил, что так или иначе она контролировалась лично Адамовым и господином письменным, вторым подсудимым. А потом, после того, как Адамов ушел, в руководителям министерства назначили, вернее, не руководителям министерства, а руководителями компании Техснабэкспорт, в которой государственная компания занималась в том числе экспортом урана, назначили человека по фамилии Владимир Смирнов, а по должности член кооператива озера, то есть человек очень близкий к Путину, и, естественно, Владимир Смирнов порушил Адамовские контракты. Так вот, к Ёжику. За то, что Адамов продавал уран через GNSS, его бы никогда не посадили. За то, что на место Адамова пришел Смирнов, ну, как-то и друг Путина пришел, тоже бы ничего бы не было. Но когда компания GNSS подала в стокгольмский арбитраж с требованием возместить 1 миллиард долларов упущенной выгоды за то, что друг президента Путина разорвал с ней контракт, то это, ребята, это уже был тот самый ёжик. Потому что стокгольмский арбитраж, не Усть-Урюпинский суд, ни хрен знает что. Взял все это, посмотрел и сказал, ребята, вот у компании GNSS у нее купили акции. Ее купила компания ТКСТ. Я цитирую стокгольмский суд сейчас. Действовала в интересах компаний Омека и Текси. А вот компания Омека и Текси пишет Стокгольмский суд, принадлежала Евгению Адамову на 60%, его жене Ольге Пинчук на 20%, а Текси принадлежала Вячеславу Письменному и его жене, а также его дочери. И вот вы представляете себе Владимира Владимировича, к которому приходит его друг Владимир Смирнов. И говорит, ты знаешь, вот тут компания Рога и Копыта, которая реально контролируется министром Адамовым, на нас, на Россию, подает суд с иском о миллиарде долларов ущерба. Тоже мне нога нашлась, понимаете? Тоже мне не Сим Гаон нашелся. Перерыв на новости. Добрый вечер, в эфире Код доступа, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Степан мне пишет, на этой неделе прозвучало сообщение о возможном объединении Норильского Никеля и компании Алишер Османова, что это прелюдия к образованию суперкомпании, которую потом поглотит Кремль. Я решила рассказать эту историю, поскольку эта история как раз не о Кремле, а такая безумно интересная история, потому что с одной стороны компаниях, которые стоят миллиарды. Будущая компания, она, скорее всего, получится из объединенного русалой Норильского Никеля, будет возможно иметь капитализацию под 100 миллиардов долларов. Это будет крупнейшая частная компания России. И так вот, несмотря на то, что речь идет о миллиардах, на самом деле все построено в этой истории на человеческих взаимоотношениях. О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Речь идет о людях, и, собственно, как все начиналось. Вот были два партнера. Господин Потанин и господин Прохоров. Они были все время, все время вместе с самого начала. Они сидели в одинаковых, в раз в соседних комнатах. Они ездили вместе отдыхать. Они вместе веселились, вместе проводили вечера. Два человека абсолютно дополняли друг друга, потому что Потанин занимался политическими проблемами, Прохоров занимался бизнесом. А потом они вдруг разъехались физически в разные здания. И это казалось роковым, потому что нельзя двум людям, это показывает просто опыт российского бизнеса, можно вместе вести дела, если ты с самого начала жил с партнером в РОСИ, в разных зданиях. А вот если ты сначала был с ним все время вместе, а потом вы стали сидеть в разных зданиях, тут обязательно пробегает какая-то черная кошка. и вот если два человека некоторое время сидят в разных зданиях несколько лет, у них теперь уже разный образ жизни, Прохоров по-прежнему оттягивается с девочками в Коршавеле, Потанин вроде как повзрослел, тем более, что ему Путин сделал замечание. И вот потом происходит известная история с Коршавелем, когда Прохорова берут и тащат в кутузку и пытаются ему пришить тех девочек, с которыми он отдыхал. Прохоров возвращается и тут вдруг Потанин приходит к Прохору и говорит слушай, давай расстанемся. Причем для, как я понимаю, для Прохорова это был как гром с ясного неба, но старший партнер попросил и Прохоров эту просьбу уважил сделать вид, что типа это давно обсуждалось. Ну хорошо, расстанемся, так расстанемся, говорит младший партнер, а на каких условиях? Ну а на таких отвечает Потанин, что мое, то мое. Те 25% фонарильского никеля, которые на меня записаны, тя на меня записаны, а что твое, другие 25%, тем я поуправляю. То есть это такое откровенное выживание партнера из бизнеса и связано оно с тем, что компания такая огромадная, что Потанину кажется, что покупателей на нее просто нет. В конце концов, всех иностранных покупателей распугали, если придет иностранный покупатель, Потанин сходит в Кремль и там наложит вето на сделку, а у российских вроде денег как нет. Потанин, Прохоров, поскольку он игрок, он докупает некоторое количество акций, у него даже становится их больше 25%, и находит Русал, который тоже возглавляется игроком Дерипасской, который считает, что экспансия это все, и Русал собирается выкупать пакет Прохорова, и при этом Русал получает больше число мест в Совете Директоров после будущего акционерного собрания. И таким образом история, которую затеял сам Потанин, оборачивается против него, потому что де-факто он хотел выкинуть своего младшего партнера из бизнеса, а получилось так, что уже Потанина выкидывают из бизнеса, потому что он в отчаянном положении, потому что Русал, который все время стремился к экспансии, может найти деньги под эту сделку, у него много активов, и он забирает, берет кредиты под другие активы, а Потанин, который последние несколько лет стоял в глухой обороне, у которого из активов остался только Норильский Никель, не может найти кредит под эту сделку, потому что он ищет кредиты под самого себя. И вот сейчас сделка фактически закрыта, банки иностранные, инвестиционные собрали 4 миллиарда долларов, кстати, к вопросу о кризисе, для хорошего заемщика деньги есть всегда, остальные деньги собирает сам Русал, причем частично он платит акциями, и все, сделка закрыта. Деньги еще, правда, не у Прохорова, но практически места для маневра уже нет. Потанин бежит в Кремль, и выясняется, что поскольку речь идет о покупке компании все равно близкой к Кремлю, близкому к Кремлю олигарху, то в данном случае между Потанином и Дерипаской Кремль занимает совершенно нейтральную позицию, тем более, что Дерипаска в Кремле был раньше. То есть у нас нет, выясняется, политики, если есть дело между двумя людьми близкими к Кремлю. Потанину нечего предложить, потому что в Кремле, на самом деле, как я уже сказала, нету каких-то очков, которые тебе начисляют за преданность. Потому что в Кремле считаешь, что если ты облабызал Кремлю ягодицы, то Кремль сделал тебе большое одолжение, позволив это самое место облабызать. И вот, собственно, это вот прозвучавшее на этой неделе объявление, что металлоинвест Алишера Усманова тоже может поучаствовать в сделке и выступить в качестве белого рыцаря. Ответ это такая правильная информация, чисто теоретически, которая должна прозвучать перед каждой сделкой, либо чтобы поднять цену для продавца, либо для того, чтобы компания действительно выступила в роли белого рыцаря, если речь идет о недружественном поглощении, в данном случае недружественном поглощении Дерипаской Норильского Никеля. Но эта информация вряд ли кого обманет. Она прозвучала, насколько я знаю, крат перед встречей первой за много месяцев Прохорова и Потанина, и аккурат же перед этой встречей одному моему знакомому, тоже стальному королю, Потанин сказал буквально следующие слова «С Мишей я всегда договорюсь». Если он действительно эти слова сказал, то впечатление, что человек пребывает в неких иллюзиях, потому что непонятно с кем договариваться. Сделка уже фактически завершена, а Алишер Усманов в этой сделке, мягко говоря, вряд ли участвовать будет. Потому что понятно, зачем нужно Потанину, чтобы кто-то третий, белый рыцарь появился в этой сделке, потому что иначе он теряет контроль над Норильским Никелем. Зачем это надо Усманову не совсем понятно, потому что речь же не идет о том, что Усманов купит Норильский Никель. Речь идет о том, что де-факто Усманов продаст себя Норильскому Никелю с тем, чтобы Норильский Никель стал таким большим, что Дерипаска его не сможет съесть, с тем, чтобы Норильский Никель не влез, понимаете ли, Дерипаске в глотку. Ну так, во-первых, там вряд ли стороны сойдутся в оценке активов, стоимости активов Усманова, которые он, видимо, захочет, чтобы она была достаточно большой. А во-вторых, Дерипаска де-факто уже может блокировать эту сделку. Мне кажется, это очень интересная история, потому что, как я уже сказала, это история о том, что у нас еще очень много происходит помимо Кремля. И вот Кремль уйдет, нам неизвестно, куда денутся все эти ганвары, все эти Росукренерго, а компания Норильский Никель, вернее, компания Русал останется. И мы видим, что это история о человеке, который продолжал при путинской России стремиться к экспансии, Дерипаске, и он продолжает выигрывать. И другому олигархе Потанине, который занял глухую оборону и думал, что его не тронут, потому что у него связи в Кремле. А оказалось, что в глухой обороне нельзя выиграть. В лучшем случае в глухой обороне ты получаешь ничью или проигрываешь. И самое интересное во всем этом во всей этой истории, что, несмотря на то, что речь идет о миллиардах, на самом деле речь идет о взаимоотношениях людей, о взаимоотношениях двух партнеров, которые когда-то идеально дополняли друг друга, а потом они даже не поссорились. Они просто стали жить в разных зданиях, и из-за этого все получилось. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфир. Алло. Добрый вечер. Я хочу сказать, что, например, Косово, вот эта шерпумиха вся, это просто отвлечение народа от выборов. И что творится? Просто отвлекаются, знаете. Ну, от выборов-то чего отвлекать? У нас что, выборы есть? Ну, а вы знаете, я знаю такую группу молодежи, вирус называется, они тоже за власть борются. Ну, как сказать, немаленькая группа такая, но они не высовывают. Вот. Я думаю, что вот молодежь сейчас давит, начали давить из-за этого. Спасибо большое. Я поняла вашу точку зрения, правда, что-то насчет молодежи не очень поняла. Немного радостно. На этой неделе у нас отличилось два федеральных чиновника своими заявлениями. Один это федеральный чиновник Рогозин, который от своего имени, видимо, пообещал ввести в Косово войска. Причем непонятно какие, потому что если войска пойдут защищать Сербию, то вроде как Сербия нас об этом не просила. А если эти войска пойдут завоевывать Косово для России, ну, может, что-нибудь мы так для России завоюем поближе? Это к вопросу о том, что товарищ Рогозин позволяет себе заявления, из которых следует, что Кремль его не контролирует. И другой чиновник, Олег Митволь, позволил нам себе замечательное заявление, он пожаловался на своего начальника, который запрещает Митвелю без подписи начальника предъявлять иски к крупным компаниям. Я даже не знаю, с чем сравнить эту жалобу. Вот это если бы как гаишник подал жалобу за то, что ему начальство не разрешает самостоятельно устанавливать знак ограничения скорости до 5 километров и собирать за проезд. Потому что я должна сказать, что когда чиновник без санкций государства в лице начальника просит миллиарды рублей с предприятия, это называется злоупотреблением служебным положением и рэкетом. То есть мне кажется, что эти слова Митвеля даются, например, компании Норильский Ник или компании Байкальский ЦБК, которым он предъявил иски права возбудить уголовное дело по факту рэкета. Не санкционировано не только Кремлем, но и Министерством природы. Причем это, представляете, это некая аберрация сознания. Вот представьте, я не идеализирую, конечно, наш Кремль. Но я должна сказать, что вот если бы, например, Кремль решил предъявить претензии ну или к Потанину или к Дерипаске, то, наверное, господин Кириллов, начальник господина Митвеля, мигом подмахнул бы любое распоряжение. Если господин Кириллов не подмахивает, а Митвель предъявляет, то это означает, как бы сказать, некую самодеятельность, о которой все давно подозревали, но о которой господину Митвелю надо было молчать, как в страшном снег, как Олегу Шварцману. Не рассказывать все того публично, что это все не санкционировано. Потому что, представляете, как, ну, шестерку Дона Вита посылают там к булочнику собирать, к сапожнику собирать, а потом шестерка Дона Вита еще куда-то зашла, и ей не дали, и вдруг она собирает пресс-конференцию и говорит, слушайте, ребята, а вот я пошел еще к торговцу с кабинными изделиями и попросил денег, а мне Дон Вита запретил без его сенции брать деньги с торговца с кабинными изделиями. Прошу вас принять какое-то по этому поводу постановление. Это, по-моему, какой-то синдром распада бюрократии, потому что я знаю только один способ, которым чиновник может выразить недовольство начальнику, это уйти в отставку. У нас Олег Митвель чемпион по выражению недовольства какими-то другими способами. Вот совсем недавно у нас в пресс-конференции, когда назначили через его голову ему другого начальника, господина Кириллова, жаловался на господина Кириллова. Причем жаловался как? Он рассказал, что я против господина Кириллова лично ничего не имею, но вот в интернете я прочитал, что мой начальник нарушал природоохранное законодательство. То есть, простите, я должна сказать, что если бы я сказала, что прочла в интернете, что Венедиктов агент МОСАД, я бы выглядела, мягко говоря, странно. И я думаю, что Венедиктов меня уволил на следующий день. Причем, по идее, я сама сначала должна была положить заявление об отставке. Если я не согласна с политикой телерадиокомпании или радиокомпании, считая, что Эхо Москвы работает на МОСАД, я сначала должна написать заявление об отставке, а потом это оглашать на каком-то другом канале, типа ОРТ. Потому что есть единственная форма критики начальству, которая позволена чиновнику. Это дуэль. И есть единственная форма критики начальства, которая позволена чиновнику. Это отставка. Кстати, я не помню, например, что критик Кремля Андрей Иларионов до отставки позволял себе хоть что-нибудь в том роде, в которое, что позволяет себе господин Митвель. Кстати, собственно, почему Митвеля, такого, казалось бы, исполнительного человека, не назначили главой природоохранного ведомства, а назначили через его голову как раз питерского человека Кириллова. А дело в том, что вот есть у нас музыка и есть поп-музыка. И вот есть чиновники, и есть поп-чиновники. И есть люди, которые как-то самостоятельно образуют политику. Или бизнесмены, которые самостоятельно образуют политику. Дерипаска, Керимов, а с ними надо считаться. А есть люди, которые, у них очень сложные взаимоотношения с властью. Власть думает, что она их использует, а эти люди думают, что они ее используют. Напомню, у нас на чем взошла звезда господина Митволя. Она взошла, когда грянул скандал с новыми известиями, и когда оказалось, что 75% акций газеты, которую считали все газеты Березовского, были записаны на Митволе. На этом основании Митвель провозгласил себя с собственником новых известий. И, в общем, этот скандал многих заставил брезгливо поморщиться, потому что есть только одна вещь хуже, чем обслуживать Березовского, это предавать того, кого ты раньше обслуживал. Но даже самое искушенное сознание не могло представить, что последует дальше. Дальше последовало следующее. Спустя несколько... Тогда вот, когда происходил скандал с новыми известиями, господин Митвель поехал к Березовскому обсуждать их судьбу. Что-то там у них не сложилось, дело было на вилле Березовского в Сент-Тропе, и, в общем, кончилось с тем, что в Митвеле выкинули за ворота этой виллы, а поскольку там трудно достать такси, то он пешочком шел. Вот эта пешая прогулка, видимо, запала в душу Олега Львовича, потому что спустя несколько лет произошла вещь, я считаю, фантасмагорическая. Олег Вольвич заявил публично, что на той давней встрече Березовский вдруг сказал ему, что он хочет выбрать президентом России такого-то человека, и сказал Олег Вольвич, я не назову его имя, он действующий чиновник сейчас, но, может быть, назову. То есть, господа, мы все видели, мы видели доносы, доносы тайные, доносы публичные, но опционно донос, чтобы человек сказал, я знаю, кого Березовский заговорщик хочет сделать с президентом России. Место свободно, предлагайте кандидатуры, торг пошел, да, гонку дарил. Вот этого, конечно, еще не было, и я думаю, что с тех пор многие думают, а как же это вот с Митвелем-то разговаривать? Представляете, сидишь в ресторане с Митвелем, а потом он через три года что-нибудь вспомнит, о чем вы говорили? Или даже не за одним столиком сидишь, а за соседним. И вот, допустим, сидишь за соседним столиком, а потом через три года Митвелем придет и скажет, я помню, Латынина сидела со мной в ресторане в ресторане, в ресторане с соседним столиком, и договаривалась она о теракте в отношении товарища Путина или там, преемника. И вот я думаю, что такой человек, вот с одной стороны, ну как же его делать главой природоохранного ведомства? Он же и в рамке зама прекрасно послужит, согласитесь, потому что каждый человек, который пользуется услугами господина Митвеля, он понимает, что уж если про Бориса Абрамовича Митвеля такое спустя несколько лет рассказывает, то ведь он там и про Владимира Владимировича, и про Игорь Ивановича, и про кого угодно спустя несколько лет был он и не был, встречался или не встречался, будет такие песни рассказывать, что, ну просто, будет какому-нибудь ГАКСкому трибуналу приятно послушать. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфире. И говорите в эфире. Что у нас тут такое? Еще раз попробуем. Барахлить сегодня телефон невозможно. 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, и представьтесь. Это Челябинский, Смурриев, Юсуп. Очень приятно. Прокомментируйте, пожалуйста, депортацию Чеченнинговского народа 44-го года. А что тут комментировать? Ну, все-таки обстановка-то в России, регион российский. Нет, ну, понимаете, жуткая историческая, жуткая история, которая случилась в день, который мы празднуем еще, добавок, как день армии. Поэтому это вот еще такое жуткое совпадение дат, что для всей России это считается днем, в котором празднуют рождение Красной Армии. Правда, как известно, там по историческим датам не очень получается, потому что 23 февраля это не дата, когда Красная Армия родила, свою первую победу одержала, а дата, когда героические матросы Дыбенко, героические солдаты матросы Дыбенко вошли действительно в соприкосновение с частями противника. Соответственно, уже в 18-м году бросили оружие и драпали, по-моему, то ли до Саратова, то ли, ну, в общем, где-то они несколько сот километров пробежали. Ну, вот, то есть не очень приятно, что именно такой день и такое событие считается днем начала Красной Армии. Это называется такой плохой звездой. И еще хуже, что спустя полтора десятка лет это было омрачено, эта дата была омрачена еще более страшным событием, абсолютно позорным, депортацией 23 февраля 1944 года чеченцев, ингушей, а потом и балкарцев, и карачаевцев. Как-то у нас обычно забывают, что довольно много народов было депортировано Сталином, и все они были депортированы по следующему признаку, чтобы специально создавать напряжение. Вот, когда было два соседних народа, обратите внимание, один выселили, другой оставили, чеченцев выселили, аварцев оставили, ингушей выселили, астин оставили, балкарцев выселили, балкарцев выселили, кабардинцев оставили, черкесов оставили, карачаевцев выселили, и, соответственно, земли выселенных отдавали тем, кто остались. Надо также сказать, что практически, когда народы вернулись, практически все, кто жил в их домах, эти дома отдали и ушли обратно в свои села. За исключением, естественно, пригородного района, где остались осетины, они не отдали этот район Ингушам. Во-первых, потому что в пригородный район были заселены осетины, которые сами были выселены из Грузии, там некуда было возвращаться. А во-вторых, потому что осетины были христиане, ингуши были мусульмане, и существовала длительная история распри между народами, которая не позволила осетинам поступить так, как большинство других кавказских народов. И вот все эти выселения заложили страшную бомбу под то, что сейчас происходит на Кавказе, потому что, как правило, все равно даже те народы, которые вернулись, остались в довольно мерзких отношениях друг с другом. Я даже не говорю уже об истинных ингушах, но, скажем, даже между балкарцами и кабардинцами, а кабардинцы возвращали балкарцам села и даже свои отдавали, особо хороших отношений нет. У всех почему-то друг к другу какие-то претензии, которые старательно эксплуатируются Россией в рамках политики, разделяя властные. Еще нужно сказать, что выселялись почти все народы, которые жили на границе с Грузией. Это мало обращает мне это внимание. Например, та же часть Горной Балкарии, тот же Эльбрус, был просто отдан Грузии. И из той же Абхазии, о независимости которой последнее стокового времени тоже очень много говорится, из той же Абхазии были, правда, не выселены Абхазы, но это уже позже, это уже в конце 40-х, но были выселены греки и армяне, и на место их было заселено 100 тысяч грузин. Это было связано с тем, что если Сталин применял русскую нацию как нацию колонизующую по отношению почти ко всем республикам СССР, ну, скажем, в Латвии, Литве, Эстонии селили русских специально, чтобы не местных, то как раз на Кавказе очень часто в качестве колонизующей вот этой нации использовались грузины. Еще раз повторяю, это не была проблема того, что русские грузины были титульной нацией, их точно так же использовали, их селили в бараки, они там мерли. Это было потому, что вот грузин, он управляемый Абхазой, или тем более чеченцем. Русский, он управляемый латыша или эстонца, который хочет в лес и вообще помнит свою мызу и не хочет советской власти. И, кстати, когда говорят, что из Абхазии сгнали 200 тысяч грузин, то все-таки не надо забывать, что из этих 200 тысяч значительная часть – это те люди, которых вот насильственно заселили, то есть, собственно говоря, их родина Грузия, их родина не Абхазия. В качестве такого черного юмора могу сказать, что огромное количество грузин было заселено в саму Чечню. И когда чеченцы вернулись, то грузины тоже не очень хотели уходить, но когда в одну ночь очень много грузин было перерезано, то все грузины все поняли и ушли из Чечни. Все это довольно жуткая история, которую очень неприятно вспоминать, и которую, наверное, надо вспоминать, чтобы она не повторялась. Потому что это история, которой гордиться особо нечего. И это история о том, что когда вы устраиваете или геноцид, или переселение, то вы всегда за это когда-нибудь будете платить. Это несправедливо, потому что платить будут не те, кто переселял. Платить будут не те, кто устраивал геноцид. Но это ровно та проблема, с которой столкнулась сейчас Сербия. Вот сейчас нормальная сербская власть не она устраивала геноцид Касаваров, но она за это платит. Вот сейчас нормальная грузинская власть не она устраивала войну в Абхазии, но она за это платит. И, к сожалению, России тоже придется платить за то, что произошло 23 февраля 1944 года. Еще придется тем, кто не вина.